Федеральное министерство объявило конкурс в марте, а уже в мае регионы представляли свои заявки на суд жюри. Фактически на подготовку проекта отводились экстремально сжатые сроки, но Ульяновская область не ударила в грязь лицом, взяв сразу два призовых места из 80. К слову, до финала добрались всего 198 проектов из 455 со всей России. При подаче заявки проработали все условия, определенные в положении конкурса. Качество архитектурных решений, экономическая модель, в которой мог бы участвовать бизнес, востребованность проекта жителями. Финансирование будет выделено на 2018 и 2019 год. То есть и все прекрасно понимают в комиссии, что ни у кого рабочих проектов не было. То есть представлялись только концепции, но за два месяца, собственно, и это большой прорыв. И срок реализации проектов конец до 31 декабря 2019 года. Поэтому сейчас самым важным для нас задачей является, конечно, проведение геологических, геодезических работ. Сделать топосъемку, проект планировки территории в Сенгилее. Собственно, реализовать рабочую документацию и выйти в работы уже с полным рабочим проектом в следующем году. Комиссия выбирала победителей в четырех номинациях, определяемых количеством населения – до 10, 20, 50 и 10 тысяч человек. Как и Сенгилейский индийский проект реконструкции существующего исторического места, получивший название «Парк Горького», предусматривает возможность участия в развитии территории частного бизнеса – кафе, центров развлечений, рекреационных решений, спортивной составляющей. В целом, каждый благоустроительный проект таким образом превращается в драйвер развития для всего города, создавая новую экономику места. Продолжение следует...